Что ты себе позволяешь? I'm from Russia Москвичек красивых, к сожалению, нет Возле моста край канавки Так чуть-чуть пощекотить Ну и, соответственно, выгляжу как наркоман ДТЧ, какая сталь Такого не было никогда Вот так вот Я, кстати, не буйный алкоголик Я всех люблю Желательно наткнуть пальцем Простите, сори Одна была депутат, другая проститутка Друзья, всем привет Сегодня с нами путешественник Прохор Шаляпин Спросим про его приключения Привет, Прохор Привет Скажи, пожалуйста, сначала такой традиционный вопрос Сколько стран ты посетил? Я, если честно, не считал Я просто недавно узнал, что у нас всего в мире 290, кажется, стран Но если все непризнанные берем То там что-то около 280, да Да? И половина из них посещать нежелательно Вот то, что я знаю А все остальное Я, наоборот, такие люблю Сомали Нет, ну где там Я имею в виду Ну, как бы, нравы странные Да, там всякие бывают Немножко дикари Где-то у нас живут Все-таки на планете Есть более развитые страны Есть холодные Я, как бы, теплолюбивый человек Мне нравится все, что связано Вот с теплом Пляжки Это глуши И, короче, ее там что-то укусило Она прилетела в Москву Здесь, в Москву Не куда-то в регион А в Москву Я имею в виду У нас сильная медицина Все-таки относительно И ее что-то там укусило Она Все, естественно, ей поставили коронавирус Лечили от коронавируса В итоге умерла от малярии Слушай, абсолютно похожая история Вот ты сейчас сказал И буквально недавно Я брал интервью У Александра Донского Экс-мэра Архангельска И он был на Занзибаре Он вернулся И у него сын умер от малярии И ставили диагноз корона Тоже Ну, потому что симптомы очень похожи А там, на самом деле, очень просто В течение нескольких дней Эти уколы Ну, развиваются паразиты Если кто не знает Ну, ты знаешь, лично от меня Такой совет Побольше джина Да Потому что даже, когда по Западной Америке Ой, в Америке, говорю По Западной Африке Когда мы путешествовали Мы спасались от малярии джином Потому что от нее есть Либо таблеточки маларон Которые, ну, не напьешься Если много там дней Либо джин Ну, они не любят алкоголь, да? Да, да Ну, джин Я вот, например, вино люблю Если я из-за алкоголя А на отдыхе, где жарко Так я вообще стараюсь похудеть А алкоголь, он тормозит похудение И я стараюсь много ходить Двигаться Я ем жиросжигатели Которые вот ускоряют Твой Температуру тела Ну, знаете, это все Спортивные Просто они на воздухе И на тепле В тепле действуют гораздо лучше Что вот скажи Для тебя вообще означает Слово путешествия Понятие Что ты вкладываешь? Я, честно говоря, понимаю Что мы так мало живем На планете Земля В среднем там Один век всего, да? Ну, так Я имею ввиду Кому повезет Ну, и за это время Посетить все страны И насладиться Этими странами Потому что разная культура Разные точки планеты Это же так интересно Я говорю Надо вот перед смертью Когда лететь уже на тот свет Там, да? Мы куда-то там же летим Уже Доказали И никто не понимает Куда Но, во всяком случае Мозг там Какие-то последние Вот эти секунды Работы Вот Вспоминаешь там все вот это И чтобы вот он так долго Вспоминался Где я там был Чтобы продлить эти минуты Но я к тому Что... А что еще? Для меня путешествие Это своеобразный наркотик Я скидываю стресс Таким образом Я смотрю на жизненные Свои проблемы Как-то свысока Благодаря путешествиям Ты, кстати, правильно подчеркнул То, что путешествие Это наркотик Вот это действительно Когда начинаешь много ездить И это тебя затягивает А остановиться уже Практически невозможно Да, да, да Но есть люди Которые не очень любят Путешествовать И не выезжали вообще Из своего города Ленивые Ленивые Нет, есть люди Которых не позволяет Социальная какая-то Позиция Там положение Я понимаю тоже Бывает, что у людей Просто нет денег Но я знаю Ничьих абсолютно Путешественников Которых вот Ни гроша нет Рублей Ничего нет И они каким-то образом Умудряются путешествовать Вот я это постоянно Пытаюсь людям доказать То, что путешествовать Можно бюджетно Не обязательно там Иметь какие-то Миллионы денег Тратить Меня часто спрашивают Как ты столько путешествуешь Где ты берешь бабки Вообще Да, ребята Можно Можно Акции есть Есть ошибочные тарифы Есть постоянные распродажи Какие-то авиакомпании Есть на крайняк уже даже Каучсерфинг есть Где можно Бесплатно у людей Вот просто пожить И я при чем этим пользуюсь Ну да Но это надо искать Заниматься Не у всех есть такая Жилка в голове Вот чтобы вот Ну и не у всех Есть такая потребность Но во всяком случае Я считаю Я считаю что для меня Даже наша огромная страна Достаточно интересна Многим интереснейших мест Просто они не туристические Как бы да Ну не разве там турист Все мы знаем Там что у нас Прекрасно красивейшие места Есть в Сибири Там на севере Ну разных мест Но я слава богу Благодаря своей профессии Многие места побывал Я увидел природу Куда ты летал Или ездил в последний раз Ой я честно говоря Я не помню Вот эти все временные Когда раньше Что позже То есть для меня Все перемешалось Мачут много путешествий Но самые впечатляющие По России места Это Ямал То есть я был Не только в Салихарде Но еще на вертолете Летал по таким окрестностям Где недоступно То есть летом Там вообще не доберешься Там болото То есть можно только На вертолете Туда долететь Вот Ну и соответственно Ямал меня впечатлил Это такая вот Знаете Если на планету Разделить на времена года То есть вот если Мальдивы Это вечное лето Такая красота Там да Не знаю Вечная там Арктика Там вечная зима То вот Ямал я считаю Вечной осенью Такой Там даже летом Какая-то такая Стоит атмосфера Когда вот Природа уже готовится Вот перейти в эту зиму Ну не знаю Как объяснить Такие вот эмоции У меня определенные чувства Какие-то вызвало Природа именно И красота Вот этого вот Она такая Достаточно суровая природа Эти мошкара Там ты вышел Там в туалет По дороге Да Там И она там съедает Люди как-то там живут Я не знаю Им всем надо ставить памятник Мы в Москве жалуемся Что у нас здесь вот Тоже без конца Там холодно Там да Ну основную часть года Холод Неудобно Какие-то там Питерцы жалуются Что их дожди Поверьте мне Мы живем в раю По сравнению С ямальской суровостью Именно сурово Но красиво Вот это ничего Тут не скажешь Красота Приехать Посмотреть Уехать Да Потом меня Вспечатлило Очень кратер Вот этот Не кратер Как он Пятьсот с лишним метров Поселок Мирный На окраине Тоже нашей страны Поселок Мирный Как это Какой-то округ Не помните Где Самый Огромный Там Карьер Где добывали Алмазы Да Под название Не помните Вот этот Поселок Мирный Я там На этом краю Карьера Много раз Стоял То есть Ну я там Жил просто Практически Неделю Круто Ездил Два концерта У меня было Тоже очень понравилось Там Немножечко Другое Атмосферное давление Что-то меньше Кислорода То есть Достаточно Тяжело Была Аклиматизация Какая страна У тебя Самая Любимая Есть такая Самая Любимая Не знаю Вообще Я так Долго анализировал Мог бы ли я Где-то еще жить И я понимаю Я не то что там Какая-то политическая Конъюнктура Абсолютно понимаю Что моя страна Это только Россия Я понимаю Что мы здесь Иногда думаем Что мы живем Как в наказании За какие-то грехи Да Там определенно Особенно в регионах Люди как живут Там Вот Но я вне политики Я имею ввиду Вот наш менталитет Самый близкий Для меня все-таки Я понимаю Что меня устраивает Абсолютно Москва То есть У нас замечательный город Комфортный То есть Наверное Жить Самая любимая Моя страна Для жизни Это собственно Там где родился Там и сгодился Так Забыли Россию А в путешествиях Самая крутая страна В путешествиях На самом деле Мне очень нравится Лос-Анджелес Из-за того Что у него Там В Лос-Анджелесе Очень много солнца Всегда Как-то там В воздух Ты гуляешь Но туда именно Прилететь Поотдохнуть Потратить деньги Насладиться Там Всякими Развлечениями И все США Мне очень нравится Да Там Из каких-то стран Которые Вот отдых Пляжный Мне понравился Больше всего Баракай Филиппины Я влюбился В Филиппины Ну я жил В тихом отеле Он вообще Для гольфа был Этот отель Там в гольф играли Вот Но мне понравились Эти зеленые поля Какие-то вот Невероятный закат Вкуснейшие Манго И я жил В тишине То есть В воздух Его можно было пить И во Вьетнаме Кстати На какой-то окраине Не жил совершенно Не в туристической зоне Где вся тусовка И грязь А жил где-то Вот на окраине Тоже воздух Можно было пить Вот это в прямом смысле Этого слова Ты дышишь И не можешь надышаться Тебе кажется Вот он такой сладкий Этот воздух Такой вот Ты спишь сладко Вот организм отдыхает Так Мне тоже очень понравилось Ну ты прям романтик До кости мозга Такой Ну да Я люблю природу Природа любит меня Это точно Мне очень Ну как-то вот Захожу в океан Там благодарю Там спасибо Там забери из меня Океан дорогой Там весь негатив Поешь в море Коя купаешь? Нет я не пою Я ложусь вот так вот В него И представляю Что вот из меня Соль вытягивает всю А вот ты далеко От людей уплыл Поешь? Я вообще стараюсь Где людей нет плавать Я стараюсь Вот я говорю Филиппины мне этим понравились Там дикие такие пляжики С одной стороны С стороны было Соловесье море А с другой Еще какое-то Там разные два моря Несмотря на то Что меня медузы кусали Там какие-то же С кем обычно Ты отправляешься В путешествия? Ну раньше Вот ты говоришь Мы на Кубе с тобой встречались Я там отдыхал С своим другом С директором Его к сожалению Уже пять лет нет в живых Вот Он ушел в мир иной Ну вот так бывает Что люди В молодом возрасте Покидают Вот с ним отдыхать Было очень комфортно Он очень веселый Всегда мы смеялись Вот бесконечная какая-то Было очень комфортно Ну Потом я Знаешь Мне все равно Пол и возраст В плане Компаньона Для отдыха Мне надо Чтобы это Все-таки было По психотипу Чтобы мы подходили Не раздражали Вот Желательно Отдыхать в разных номерах Чтобы ты в номере находился один Для меня это тоже важно Потому что я люблю так Помедитировать Помечтать о чем-то То есть Мне говорят Как же так Ты один Ну практически один Да Я говорю Ну потому что я еду там Не сексом заниматься Мне ничего То есть у меня в Москве Всего хватает А еду именно Перезагрузку Мозгу Дать И для этого Мне нужно вот Уединение То есть я беру Конечно с собой Иногда кого-то там Ну кто Компаньонов каких-то Для того чтобы Ну какая-то безопасность Там да Все-таки чужие страны Немножечко такой Все-таки страх Телохранителей Не брал с собой Ну не телохранителей Ну мало ли Там что-то по здоровью Не дай бог Там да Еще что-то Ну все равно Надо друг друга Как-то страховать Я вот не отчаянный В этом плане Что обязательно должно быть В твоем багаже В багаже Ну смотря в какую страну я лечу Вот в любой поездке Вот куда бы ты ни отправился Какая-то определенная вещь Что ты с собой всегда берешь Вообще стараюсь Сейчас в последнее время По минимуму брать Потому что я всегда покупаю Там все И чтобы не было Перегрузки в чемодане Но в основном Беру Ну что я беру Какие-то там Купальные принадлежности Потому что у меня плавки Такие Ну хорошего уровня Которые не купишь Даже в Америке Ну в Америке все можно купить Но Не знаю То есть особо так ничего То есть Шмотки, тряпки Какие-то кремчики Там для лица Не знаю Чтобы они Не обгорать Вот Так особо не сказать Что я что-то там Специально с собой беру Какой-то атлесман На тему плавок Ты говоришь А скажи пожалуйста Ты бываешь на нудийских пляжах? Нет Нет Я не бываю Мне это не нравится Я не Не испытываю Комфорта Я могу Абсолютно Голым купаться Когда нет вообще никого Да Это было вот на Филиппинах И на Мальдивах На Мальдивах Меня отвезли на Такую Коса там такая была Как бы Не знаю Остров Вообще никого нет То есть белый остров И никого вообще Вокруг тебя никого И вот я там провел Там три часа На этом острове Это были незабываемые впечатления Я абсолютно Находился голым Да Все в песке естественно Все что можно Где нельзя И потом этот песок Я вымывал из себя Какой-то Абсолютно непонятно Где он на мне хранился Этот песок Все время Песок о песок Какое-то блаженство Что на тебе нет плавок Что ты в море Находишься абсолютно Голышом Но когда есть какие-то люди Я не могу расслабиться То есть у меня этого нет Взика У меня нет Сексуальных фантазий Чтобы на меня кто-то смотрел Мне это не нравится Это не моя тема А сколько у тебя Было курортных романов Ну курортный роман Ну вы знаете Это не на первом месте Для меня Хотя что-то было Конечно Какие-то там Но вообще Я человек очень брезгливый Я боюсь всяких болезней Чем старше становишься Тем понимаешь Что какой-то там Случайность Какая-то Меня слава богу Бог миновал Я могу это спокойно сказать С гордостью Что я никогда в жизни Не болел ни одной Венерической болезнью Хотя я не осуждаю людей Там если вы заболели Это сейчас лечится Там главное Диагностировать Я ничего в этом не вижу Мне просто повезло Потому что у меня было Много всего в жизни Интересного И яркого Есть что вспомнить Это далеко не святой Но меня миновало А с возрастом Я стал бояться Бояться Потому что Страны есть такие Где всякие эпидемии И той болезни И той И как-то себя зажалко Думаешь Не дай бог что Поэтому вот я боюсь Прикасаться Даже вот порой Вот Но было Было Интересного много Красиво Прохор обходит вопрос Не, ну я конкретно Не буду рассказывать Да это все Скажи пожалуйста Как и где Ты обычно приобретаешь Авиабилеты Бронируешь отели Ну вообще Последние наверное 8 лет Этим я никогда Сам не занимался У меня нет Ни одного приложения Я не знаю Что такое Вот эти Букинг Отели Как-то там Это В основном Через туристические агентства Все просто Я сам никогда У меня есть Администратор мой Анна Бычкова Там да Которая занимается Ищет Через какие-то агентства Все это Собственно Я не умею делать Вот эти Сейлы Скидки Потому что у меня Определенное Время есть Когда я свободен Это относительно Январь И летом Там у меня Вот бывает Свободное время Вот Остальные месяцы Я вот позволить себе не могу У меня постоянно то одно мероприятие То другое То третье И я не могу улететь То есть у меня все время Ощущение Что Прохор Отдых прекрасно Там путешествие Но работать тоже надо Пока вот ты молодой Нужно вот ковать железо Вот Хотя я также понимаю Что Судя по круизам В которых я бываю Понимаю Что в 90 лет При всем уважении К американским Старикам Которые постоянно в круизах Ну ты знаешь Наверное Все-таки Это уже не те ощущения Одно дело Тебе 25 лет Ты на корабле А другое дело Тебе 90 Все-таки Это разные вещи Поэтому мозг Должен Наслаждаться Пока ты вот Можешь чувствовать Этот ветер Легкий Да То есть Красоту этих островов Там мы же там На остров выходим И когда в круизе Я же там Этот остров вдоль и поперек Вот так Правильно Пока есть сил А в пожилом возрасте Уже нет сил на это Конечно Это обойти Да-да-да Поэтому я сам Не занимаюсь Этим Это все Тебе далеко Так ухажено То есть ты вот У тебя есть время И ты даешь задачу Да-даю задачу Хочу туда-то И все В определенную страну Или ты говоришь Вот я хочу на пляж Подбери что-нибудь Ну я Какие там интересные предложения А что там есть Чтобы были какие-то рейсы Все-таки я люблю Я люблю Чтобы россиян не было Русскоговорящих не было Не россиян А русскоговорящих Не было Чтобы меня вообще Никто не знал Не узнавал Не обращал внимания Чтобы я мог вот расслабиться Спокойствие Но в то же время Когда приезжаешь Где нет вообще русских Ты понимаешь Что А вот в случае что Всегда русские Как бы Ну все равно Как-то придут на помощь Тут такая полка Двоякое мнение Да такое у тебя Вот Ну С какой самой большой проблемой Ты сталкивался В путешествиях Конфу Ну какие-то были Наверное задержки Вот в Таиланд Я там летал В 2003-2004 году Но по большому счету Проблем особых У меня нигде не возникало Если вы приезжаете В какую-то страну И вы улыбаетесь людям Вы как бы любите мир Вы искренне удивляетесь Вот красоте там Да какой-то Не скрываете эмоции В принципе люди везде По большому счету Одинаковые Все прекрасно реагируют На позитив На улыбку На какую-то искренность Непосредственность Вам даже могут что-то простить Там те же строгие полицейские Американские Которые у нас Такие номера не пройдут Чтобы там можно было Нахамить Как-то у нас там ролики Выставляют интернет У меня волосы дыбом Вот Когда там хамят полицейскому Какую-то Там это невозможно Вас сразу на лопатке Закрыли там В тюрьму Все Там очень жесткие законы Вы должны сразу же Выйти из машины Никогда там Такого невозможно Чтобы вы там сидели С какой стати Я должен выходить Как у нас Извините Русская Полицейские Тоже там много минусов В России Я имею ввиду Но Все же там это невозможно И вот У меня были ситуации Когда меня могли Вообще задержать Что-то я нарушил Я не знаю В Голливуде Я пробрался Куда нельзя К этой табличке Голливуд Уже там Все частная собственность Нельзя проходить Они года Года два Как сделали Вообще там Запретные зоны То есть К этой Голливуд Табличке подойти Не можете Вы нарушаете закон Там прям таблички висят Дальше нельзя Частная собственность Ну я в семнадцатом году Был Уже висела И как бы Если там Вы проходите И полицейский Вас останавливает Вам могут выписать штраф Который Если вы не оплатите Вас не выпустят из страны Штраф такой Пятьсот долларов Тысяча Пять тысяч Ну смотря Куда вы залезли И соответственно Если вот Ко мне подошел полицейский Я там начал улыбаться Там простите Сори Там ну Понимаете То есть русская Вот эта ДТЧ Это не пройдет Вас сразу скрутят Закроют И вы очень почувствуете Что такое Настоящие законы Вот Поэтому Я говорю У нас Наш менталитет русский Он во многих странах Не котируется Там надо ниже воды Тише травы Доброжелательный Улыбаешься То есть Простите Сори Там вот Ну не то Что там унижаешься Да Но ты должен понимать Что ты в чужом доме Ты в гостях Вот это надо всегда понимать Если люди понимают Чувствуют Что ты понимаешь это То к тебе снисходительно будут Ну то есть Вот прям проблем Проблем особых у меня Честно говоря Пока Не было Ни с какими-то там вот Не знаю там Насекомыми Как-то вот все миновало Там та же Шри-Ланка Я был В шоке вообще В шоке Сколько там змей Я зашел в медпункт И там висит огромные Два плаката На которых Ну наверное 300 разновидностей змей И как бы Когда тебя накусает Ты там умираешь Конвулись Желательно наткнуть пальцем Какая тебя укусила Чтобы тебе там антидот подобрали Я так впечатлился этим Это было так страшно Что как бы Как хорошо Что у нас нет Хотя бы змей Ты просто брезгиваешь Или вообще Я боюсь умереть Что она меня укусит Это змея И все У нас же нету Арахнофобии нет? Арахнофобии? Ну я не люблю змей Очень не люблю Паучков Две фобии Как ты говоришь У меня на змей И на Этих На червей Я не боюсь Крыс Мышей Пауков Для меня Вот они не страшны То есть в Таиланде Вот этих вот Тараканчиков жареных Я по-моему пробовал Да Кто-то сказал Что это чистый белок Что это вообще Белок будущего Что из этого мы будем делать Белок Он более безопасный Он более дешевый И Мы же Население Это растет планеты У нас уже 8 миллиардов Поэтому Кормить-то как-то надо будет Мы скоро все перейдем На жучков Ну тоже двоякое мнение Вот в Китае Один мудак попробовал Теперь два года В масках ходим Ну да Разные мнения По поводу этого коронавируса Прохор Я видел у тебя фотографию Такую интересную В интернете Где ты стоишь Счастливый такой И вокруг Штук 7 Черненьких Таких девчонок Жопастеньких Вот где Где была Сделана эта фотография И как это случилось Это год назад Я был в круизе Из Лос-Анджелеса Мы отправились Кстати Никому не советую Отправляться в круизе Из Лос-Анджелеса Все-таки Если вы выбираете Американские круизы Это конечно же Майами Вот Клодер Да Только оттуда Потому что из Лос-Анджелеса Был такой скудный круиз По Мексике Какие-то не очень Комфортные острова В общем Все не то По-моему Даже по Тихому океану Мы там уже Круизили А это Здесь Атлантика Карибская А черненьких Где нашел На каком-то острове Не могу сейчас сказать На каком Не могу сказать Не помню Что это за остров Как случилась Эта фотография Ну мы гуляем Там меня все время Зацепляют Я любимец вообще Китайцев Я любимец Темнокожих Вот мулаток Афроамериканок Абсолютно Вот Как-то Хеллоу Там они мне Там всегда Смеют Ну я не знаю Я для них Вот экзотика какая-то Я не знаю почему Кстати Ты тоже Тебе тоже Можешь сказать Что ты американец Там вот Из какого-то штата Мне постоянно говорят Никогда в жизни Не говорят Что русский Немец Американец Да У тебя есть Скандинав В последнее время Ну мы не знаем Какие у нас там были У меня тоже там намешано Ну как бы у меня славяне Там польские евреи Даже есть В роду Ну соответственно У меня все равно Все славянское Какая-то Но там не определяют Мою нацию То есть За счет улыбки Типа их удивляют Я все время Улыбаюсь Какой рост у тебя Кстати 92 с половиной Скажи пожалуйста Тебе знакомо Понятие хостел Останавливался Когда-нибудь В таких Нет Я если еду Куда-то отдыхать То я беру себе Стандартный отель Иногда получше Иногда там похуже Когда как Вот у меня был шикарный номер На Филиппинах Предположим Там огромный просто номер И с прекрасным видом Когда как Бывает где-то дешевле Какие-то вот ты говоришь Акции Но это все Но в хостелах нет Я не останавливался никогда Тем более за рубежом И если честно Желания нет Нет Ну зачем Если уж летишь Отдыхать То как-то Я так Для себя Определил Что конечно Нужно какую-то денежку иметь Я все-таки Не экстремал Вот так поехать Без денег Там Я понимаю Есть такие люди Я это поощряю Это лучше чем сидеть дома Но для меня Это некомфортно То есть мне все-таки А скажи пожалуйста Как начинались Твои путешествия Вот например Понятное дело В детстве там Родители у нас куда-нибудь Ну родители меня никуда не возили В детстве Мои путешествия начались Я сейчас могу даже точно сказать Первые самостоятельные Самостоятельные Ну не могу сказать Что оно самостоятельное Оно было за чужой счет Меня взяла моя подружка Алла Которая меня чуть-чуть постарше Вот Взяла Говорит Полетели в Египет Полетели Вот это был мой первый Ну сколько Сейчас Алле Мне 37 А ей 75 Сколько Да она тогда молодая Еще была Мы познакомились с ней Извините Мне это было тогда 18 Сколько это было лет назад И куда В какую страну В Египет Мы полетели Это был 2003 год Скажем Это первое мое впечатление Вообще было фантастическое Потому что мне казалось Как так Ноябрь У нас снег Зима Здесь тепло Там очень хорошая была погода Мы в Хургаду кстати Полетели All-Inclusive All-Inclusive Шикарное отель И вот это первое было Мое путешествие Такое за рубеж Ну и потом уже Я много где был Конечно Я был на островах Палау Ооо То есть туда вообще редко Кто добирается Две недели там прожил Ну там был Мы снимали проект Но я все равно Насладелся этими Мангровыми Зарослями Эти какие-то удивительные Такие островочки Как вот Необитаемые совершенно Зеленью покрытым Там на лодках плавали Палау это круто Очень было интересно Слушай А вот ты примерно Хотя бы цифру можешь назвать Сколько стран посетил Ты говоришь Я не веду подсчет Но приблизительно хоть Я вот честно Тебе могу сказать Не знаю Не могу сказать Мне надо конечно Акцент сделать на Европу Но я так думаю всегда На Европу Я и здесь полетаю И в старости Она все равно поближе Надо вот эти континенты Туда Туда Австралия Вот что-то Вот эти места Посмотреть Где дальше Далеко Вот эти все Не могу сказать честно Я вот где-то был Где-то не был 20 170 90 Ну наверное Там может Странно Если так считать Ну может 40 Странно Ну вот приблизительная цифра Скажи пожалуйста Тебя узнают за границей? Меня узнают русскоговорящие Да Меня удивило Вот в круизе Что парочка Одна Наших Мигран Ну как это Кто эмигрировал Из Советского Союза Они эмигрировали Еще до Бродского Такая уникальная Такая не знаю Как сказать даже Мудрые Такие умные люди Такие знаешь Пародистые Такие Не знаю как объяснить Вот это вот Что я испытал Когда я их увидел Мы с ними познакомились Подожди А значит В круизе я был Но мы познакомились На Арубе На острове Аруба И туда добрался Познакомились Я так не могу вспомнить Они были в нашем круизе Или они были Именно на Арубе жили Но вот они меня там узнали Да Они вообще родом из Чикаго Не родом А место жительства Из Чикаго Они смотрят эти вот Мои программы Ты-то думал Сейчас приеду на Арубу Да Ну русские-то меня везют Пойду спокойно в море Где никого нет Русские узнают Ну так они деликатно Некоторые там пытаются Сделать вид Что они тебя не знают Но при этом снимают на телефон Но я испытываю некий стресс И мне жалко даже Тех людей Которые вот там более известны Чем я Там не знаю Там возьмем Сережу Лазарева Там полина Гагарина Такие артисты Которые ну вообще Расслабиться не могут То есть они Приезжают куда-то А таким проще Он шляпу напяли В очки надел И его уже сложно узнать А вот ты высокий Ну нет Многие не знают Что я высокий Но вообще вот За публичность платья Человек именно психологически Иногда хочется быть Просто вот Серой мышкой Зайти там Не обращать внимания Там вот эта неприятная ситуация В Испании С Наташей Ветлицкой Она очень переживала Что там ее сняли Из-под тяжка Как она там Покупала в магазине В испанском Какие-то там Ну у нее дом Там это не путешествие Но все равно То есть мы испытываем стресс Я знаю Что это за чувство Тебе хочется абсолютно Чтобы никто не обращал внимания Просто ты был просто человеком Там поговорить с кем-то Там еще А когда тебя из-под тяжка снимают А с кем он А что он за тебя Все придумали Там да Ну неприятно Ребята Увидите Прохора В путешествиях Не снимайте его На телефон Да из-под тяжка Во всяком случае Я никогда не отказываю Кстати Вот посмотрите Если он улыбается Значит в хорошее настроение Подходите И просите сфоткать А так из-под тяжка Не надо Вот не любит человека Ну а кто любит Любого Сфотографируюсь Под тяжка Мне кажется Не понравится Скажи пожалуйста Вот ты когда-нибудь Напивался в путешествиях Так чтобы Не помнишь Напивался Вот год назад Я пил вообще постоянно Мы с моей канадской подружкой Вот Таней Дэвис Сначала в Лос-Анджелесе Посидели Потом поехали в этот круиз И А потом я вернулся в Москву И улетел еще на Маврикий На самом деле Пил каждый день Вот это совиня Вот это Мина вот эти Выжирал так Что Ну докатывался до номера У меня уже Практически вертолеты шли Понимаешь Это Очень много выпил И кстати поправился Из-за этого Много пил Много ел Потому что я когда пью Я много Все подряд начинаю есть Не контролировать себя Жизнь конечно удалась Я всех люблю Но Я кстати не буйный алкоголик Если я выпиваю Напиваюсь Я всех люблю У меня такое знаешь Начинается Всеобщее Мне кажется Ты вообще человек улыбка Ну у меня бывает Агрессия Иногда бывает Меня выводят В каких-то ситуациях Но вообще Я дипломат Даже врезать можешь Нет Врезать я не могу Я против насилия Вообще какого-либо Неважно с кем Но Словом могу задеть Но редко Стараюсь вообще Избегать конфликтов Ты боишься летать Или нет? Очень Я аэрофоб Можно сказать В полной мере Я знаю Что там Эта статистика Говорит о том Что разбиться в самолете Гораздо Менее вероятно Чем в машине Там на дорогах Я это понимаю Каждый день Когда езжу по Москве Сколько хамства И не умеющих водить машины Подвергают вас опасности В самолете Как бы безопаснее Гораздо больше Но я очень боюсь летать Очень Я Несколько раз попадал В дикие турбулентности Один раз мы попали В турбулентность Я даже могу сказать Где Мы взлетели из Сеула Из Южной Кореи И полетели Не помню То ли я полетел В Россию То ли из России Ой То ли Ну как бы Путь мой куда лежал В сторону То есть я через Сеул Но я там погулял Кстати по Сеулу Три часа Там можно без визы гулять Сутки по-моему Сколько-то часов Да Погулял по Сеулу Ну короче Мы взлетели Самолет Огромный лайнер Я не помню Двухэтажный он был или нет Но точно Посередине Четыре Кресло с этой Два там Два Ну то есть огромный Большущий лайнер И начало так нас кидать Просто Вот так Как ты с этим справляешься У меня все Я вспомнил все молитвы Которые у меня были в голове Сразу ты веришь в Бога всех Просишь прощения за все Думаешь Господи Дай мне еще один шанс Я все исправлю Я вернусь на землю Я извинюсь даже перед той тварью Которая меня обидела Там Ну я вот просто Ну просто Готов встать на колени уже Там да А нельзя пристегнуть А нельзя ты пристегнут То есть у тебя руки потеют Ты просто вот У тебя То есть ты Это меняется Абсолютно мировоззрение Просветления какие-то наступают Я не знаю как это объяснить Вот у меня до этой степени И тут в трубку микрофона Говорит наш пилот Что дорогие друзья Не обращайте внимания На эту дикую Жуткую турбулентность Потому что мы летим сейчас Над Китаем Там пробка в небе Мы облетаем Там не по благоприятной зоне Там у них Китай рядом И получается что пробка Даже в небе То есть у них там Такое количество людей Да Но огромнейший лайнер Думаю все Это что-то не так Это мы сейчас разобьемся Такого не было никогда Вот когда летишь в Америку Там да Я летал Когда там тоже трясло Но ты понимаешь Там Атлантика Я понимаю там Я себе в голове представляю Вот мы сейчас летим Из этой зоны там В другую Там наверное какие-то Облака Там пытаешься сразу Географию вспомнить Как там это все Ну а с виду по тебе скажешь Вот или ты сидишь И стараешься Да ты что нет конечно У меня бледное лицо Я абсолютно молчу То есть я не понимаю Вот эти рассказы Когда кто-то там Самолет там Начинал падать И кто-то там Какое-то сообщение наговорил Что-то написал Там прости меня Я тебя люблю Ты в этот момент Вообще не понимаешь У тебя Ты не можешь двигаться Вот у меня такой ужас Испытываю я В полете Боюсь очень летать А чем ты занят в принципе Во время полета Ну конечно Мне очень нравится Летать бизнес-классом Когда дальнемагистральные Вот эти полеты Когда твое кресло Раскладывается в лежанку И ты можешь лежать Выпить таблеточку И спать Предположим Я вот в Мексику летал На бизнес-классе Прекрасный там Самолет был Именно в лежанку Он раскладывался Это другой уровень Даже турбулентность Там легче переживаешь Потому что ты когда лежишь Абсолютно да Там вмазал Венца Что тебе принесли Там постоянно Оно еще быстрее действует На тебя Вот И она тебе все время ходит Ну как бы это А из дютика С собой что-нибудь берешь Нет Сам я ничего Но если я бизнес-классом Лечу То я ничего не беру Зачем Ты так Везде там тебе И там нальют И они когда видят Знаешь Ты улыбаешь Доброжелательно Они тебя подливают Подливают То есть понимаешь Что ты не агрессивный Какой у тебя вообще Самый любимый вид транспорта Метро Я очень люблю Московское метро Вот опять ты Москва Москва Россия Да Ну потому что Во первых Извините Я был во многих Метромира И в Лондоне И в Париже И в Риме И в Лос-Анджелесе Вот да То есть в Нью-Йорке Отвратительное метро То есть они все Проигрывают Нашему московскому метро Но мы имеюще Не ценим Понимаешь Все равно А у нас такие Сейчас новые вагоны Я даже иногда Пропускаю поезд Чтобы заполучить Новый состав Чтобы поехать в новый А ты в метро Часто ездишь Да Ну во-первых Я экономлю время Во-вторых Сейчас благодаря пандемии Шапочка Масочка Тебя никто не узнает Никто не обращает внимания Я очень много хожу То есть я гуляю по Москве Вот когда хорошая погода От ноля там и выше Ниже ноля не гуляю Я могу пройти там 20 километров спокойно То есть я люблю Москву Двигаться Гулять Ходить И я живу возле метро И в принципе у меня И МЦК Станция И простое метро Мне очень комфортно И удобно Я понимаю Что я могу рассчитать Любой свой маршрут По Москве А на машине Я испытываю много стресса То есть мне приходят Во-первых штрафы Я там то полосу не заметил То там скорость превысил Это раздражает ужасно А во-вторых аварийные Какие-то ситуации То меня там кто-то врезался То я И ты все время вот нервничаешь Эти парковки Вот сюда приехал Да Здесь негде ставить машину Тупо И ты начинаешь нервничать Ну иногда Люблю такси Но Передвигаюсь Когда вот какие-то Сложные места Но в мире Я люблю конечно В принципе Вот в Лос-Анджелесе Тоже я передвигался На метро Какие-то вот Мне там по делу нужно Там в центр Я на метро Хотя моя Таня Дэвис Конечно там у нас был Лимузин шикарный Мы рассекались С ней на лимузине И поехали в Голливуд Ну я в Лос-Анджелесе Здесь был три раза За всю свою жизнь А какую самую большую сумму Ты спускал в поездках? Ну сумму сложно сказать Какую я спускал Потому что я посчитал Что вот мое путешествие Годичной давности Вот ровно год назад Которую я потратил Она была в районе двух миллионов Потому что после Лос-Анджелеса С шопингом Я привез два чемодана вещей И кстати при этом Я летал эконом-классом Чтобы вы понимали Я полетел на Маврикий Это достаточно дорогая тоже На какой период? На месяц Месяц, Маврикий Два миллиона Нет-нет Месяц Лос-Анджелес С круизом И Маврикий То есть у тебя комплексно Да, месяц Все вместе Я потратил два миллиона Ну нормально Помню Да Как бы это Ну слушайте У людей разные бывают доходы Кто-то там И там на Мальдивы летает Разные У людей ситуации Разные доходы Я еще раз говорю Кто-то может и за 100 тысяч рублей Прекрасно отдохнуть А кто-то тратит огромные суммы Но у всех Разные возможности Что тебя больше всего раздражает В путешествиях? Ну наверное очередь Вот это вот Когда паспортный контроль А вот объясните цель вашего приезда А у тебя тоже спрашивают? Ну конечно А как? Естественно Главное с легкой улыбкой I'm tourist В Америке Главное Показать Что ты нифига не знаешь Английский язык Они тогда легче пропускают Для них главное Чтобы вы не мигрировали Вы понимаешь Нашу Россию К сожалению Считают страной третьего мира Никогда не было Что куда-нибудь не пускали? Ну как бы Да нет особо там А ну сейчас тебе скажу Где меня затормозили Меня тормознули И отправили в каталажку Практически на 3 часа С моей подружкой Но у меня Я летел с двумя подружками Одна была депутат Другая проститутка И вот из-за того Что с нами была проститутка Другая на всякий случай Да Нас тормознули А мы как бы все вместе Подожди Депутат и проститутка? Нет Депутат у меня одна подружка была А другая проститутка Ну так получилось Как бы мы полетели Познакомились Подружились Ну в общем Долго рассказывать Короче нас в каталажку загребли Проститутку я понимаю Зачем в поездку В Мехико Мы прилетели в Мехико И нас в каталажку Отправили То есть 3 часа я просидел Надо было доказать Что ты прилетел Заниматься не проституцией Я не знаю Туда как сутенера вас приняли? Я не знаю Как они вас приняли Для меня это был такой шок Думаю Что ж такое Это вы вообще понимаете А я прилетел туда вообще На каникулы в Мексике Проект То есть там еще из Мехико Нужно было еще куда-то дальше Там лететь На этот вот именно проект Впечатлила меня кстати Эта часть страны Я в Мексике был много Где там на разных этих островах Косумелет И всякие там Ну какие Очерриус Ну в круизах Много был где И везде они разные И вот это вот Где именно каникулы в Мексике Снимали в свое время Красивейший остров Ну туда как-то лететь Добираться И я Короче запомнил на всю жизнь То что меня загребли в каталажку Но в итоге 3 часа продержали 3 часа продержали Значит меня с моей подругой Депутатом пропустили дальше А подружку проститутку К сожалению депортировали Такое было Они как-то поняли Что она Как бы приехала Ну как бы я не знаю Что она туда приехала Ну как бы Приехала И представляешь Развернули из Мексики Удивительно Это же надо Из какой-то Мексики Ну как бы извините Если там Америка Канада Австралия И европейские страны Считают нас Страной третьего мира Хотя я не знаю почему Как бы Ну во всяком случае В Москве Это уж мы точно Не страна третьего мира У нас все круто Мы живем Извините Не хуже других Ну так если Патриотические нотки внести Мне неприятно Но они нас считают Страной третьего мира К сожалению То Мексика Страна четвертого мира По сравнению с нами То есть извините Я уж не считаю У них там бандитизм Грабежи Преступность Преступность такая Что вам и не снилось Вообще И там нашу гражданку России Ну неважно Ну немножечко Рыльца в пушку Она ни у кого Ничего не украла Все по любви Ну по взаимному Согласию Ну вот так Представляешь Мексикашки Депортировали нашу подругу Раскрыли ее Разоблачили Да Скажи пожалуйста Как на тебя отразился Ковидный период Никак Просто я не Отпутешествовал Сейчас январь Февраль Я бы был в путешествиях А так Мне страшно прилететь Куда-то И сесть в какой-то Резерватор Меня стали пугать Что на Кубе там Самолет всех в резервацию Там еще где-то Какие-то отмывания Денег идут Ну я имею ввиду В тех странах Куда люди приезжают У них там свои какие-то Понимаешь ли Схемы Вот И я побоялся Лететь Думаю ладно Еще по одной причине Я не делал никаких прививок И думаю Я сейчас прилечу На те же Мальдивы Которые открыли Заболею А я один раз Заболел на Мальдивах Просто простудой Простудился Я там Нету ничего Чтобы вам помогли Я понимаю Что если я заболею И неизвестно Как этот ковид На меня подействует Может мне нужен будет ИВЛ То на Мальдивах Простите Никаких ИВЛ Вам могут дать Только трубку Для подводного серфинга Плавания Все что максимум Вам могут дать Если даже на здоровье Не отразиться Там за свой счет В дорогом отеле Закрывают И все это надо еще Да Я побоялся Лететь Думаю ладно Переживаю этот год Но вот в июле Планирую в Америку Дай бог Все таки улететь Потому что у меня есть виза И в Америку И в Шенген открыт Вот И я просидел Весь ковид дома Гулял по Москве Птички-синички пели Возле Красной площади Запомнил Соловьев Я слышал Там вообще Удивительная была красота В мае Когда вот машин было мало В Москве По пропускам пропускали Меня один раз Тормознули на улице Полицейские Значит я шел там В своем районе В Даниловском Там по набережной шел А я в капюшоне В этой маске Чтобы меня никто не узнавал Ну и как бы соответственно И меня тормознули На пандемию полицейские Я думаю ну все Меня сейчас там Оштрафуют Загребут И они Когда остановили меня Я говорю У меня есть пропуск Погода в это время вел Но у меня был только на машину Правда пропуск Они говорят Вы там типа Что вы здесь делаете Я гуляю ребята Извините У меня сердце Я не могу Если я 5 километров не пройду Мне нужно обязательно Пройти 5 километров Они такие Я снимаю маску А это вы Прохор Шабин Да Ну вы что здесь делаете Я гуляю Мне нужно дойти Там вот до Кремля Хотя бы пешком Ну короче Ну ладно А то мы думали Вы нычки здесь ищете Я говорю Какие еще нычки Ну они мне объяснили Что наркоманы Оказывается там где-то прячут Что-то ищут А я хожу Зачем Ну черный капюшон На меня Маска Ну и соответственно Выгляжу как наркоман А у меня просто такая Ну как бы Конспирация Никогда не поняли Что я не ищу нычки А просто Просто как Жираф Гуляю Ухожу Просто мне нужно Поняли Чтобы не помереть Сверху И мне как бы Абсолютно не имеем претензий Ну и вообще Я сидел дома Меня же никто не раздражал Я сидел один Мне все прекрасно Смотрел сериалы Спектакли Пил вино И гулял очень много Прекрасно Запасы у меня небольшие были Много человеку не нужно Не ныл Нигде не прибеднялся Там что нам Артистам плохо Я понимал Что плохо В всей стране У людей кредиты Дети Там по 100 человек В этих квартирах В ипотечных Я понял что кому-то хуже И мне от этого Было еще лучше Ну то есть особо Ты ничего не потерял Я ничего не потерял Кроме там Ну не полетел Там пару путешествий Ну ничего страшного И сейчас кстати Я могу сказать Что я скорее всего Переболел этим ковидом Потому что у меня На 8 дней Пропадал абсолютно запах Я ничего не чувствовал Даже духи вот так При этом у меня дышит нос Не болит горло Нет температуры И вкус Я не чувствовал вообще еду Но никуда не обращался Так сам Я никуда не обращался Потому что меня ничего не тревожило Кроме этого Я понял что это ковид И он пройдет Я стал пить витамин С с цинком Витамины группы В Помогать иммунитет Никаких противовирусных Я не пил И собственно меня миновало Но единственное Я хочу сказать Что я сделал в октябре Прививку от квадри Ультрикс Это от 4 штаммов гриппа И сделал в октябре Это пневмокока Что всем рекомендую Потому что ее делают Раз в 3 года Скажи пожалуйста Ты сталкивался с обманами В путешествиях Ну с обманами Ну не знаю Особо Да нет Наверное нет Потому что особо меня никто Не могу сказать Что где-то там Меня обманули В основном у меня все All inclusive В этой ситуации Не знаю С деньгами Ну я стараюсь Не обижать людей Давать на чай Ну не знаю Ну как-то все по-доброму Нигде в мире Особо ничего Я такого не испытал Жесткого Скажи пожалуйста Такой вот горячий вопрос У тебя был секс В каких-нибудь Необычных местах В путешествиях Да нет Я в этом плане Очень человек Скромный И А ну может быть Если только Где-то на пляже Вот да Было однажды Интересно Да Был То есть на природе Все-таки это круто Ощущение Все-таки природа Она делает Как хорош очень Я услышал фраза Все грандиозные вещи Делаются благодаря Грандиозным ресурсам И лишь одна природа Делает великое даром Как красиво И это так точно Да Просто вот на открытом небе А еще меня впечатлили Звезды на Мальдивах Ты там тоже был Да Вот именно Ночное небо И ты когда смотришь В это бесконечное Количество звезд А еще посмотреть Если там интересные фильмы Про вселенные И мироздания Это вообще впечатляет Ты понимаешь Что вот это Млечный путь Вокруг тебя Потом дальше Там еще огромное Количество галактик Это уже наши Со спутников Телескопы видят Ну то есть такая бесконечность Вокруг нас И ты такой маленький И все так Вот там это чувствуешь Вот именно Когда перед тобой Этот небосвод Я больше нигде в мире Таких звезд не видел Как на Мальдивах Именно вот Если кто полетит Выйдите вечером Кстати мало кто смотрит На звезды На Мальдивах В основном все Пожарятся днем И вечером Акапулька Ля-ля-ля-ля Давайте С вином С виски И там где-то Сидят в барах А если вы выйдете На пляж Ляжете на лежачок И просто посмотрите И включите Энигму Себе в уши Вы испытаете Какое-то невероятное чувство Нет там кайф Да Потому что в городе Мы не видим такого неба А там полная темнота Вокруг И мы видим все это небо Там благодаря этому Очень круто конечно Я понимаю Фантастическая красота И какие-то невероятные Ощущения Я при этом испытал Ну и конечно в круизе Когда вокруг тебя Бескрайний океан И ты выходишь на балкон Смотришь в этот Океан Особенно когда волны Бушуют какие-то невероятные И ты понимаешь Что вот Кстати я читал Что эти пятитысячные Лайнеры иногда теряют Одного-двух людей За рейс Они пропадают бесследно То есть люди видимо Остаются на острове Или Нет Выкидываются наверное Я не знаю Пропадают Ну может на островах Остаются Не знаю Разные сплетни Знаешь Ну будем думать Что остаются на острове Я тоже буду на это надеяться Как ты считаешь В какой стране Самые счастливые люди Самые счастливые Наверное на Ямайке Потому что там Разрешено Кое-что Сам знаешь что Я вообще против наркомании Сейчас огромное У нас в стране Особенно идет Борьба Именно от химических Наркотиков Вот этих всех Потому что Натуральных наркотиков В Москве нет Вообще Даже то что вам говорят Что это натуральное Это не натуральное А на Ямайке Там вот кое-что Легкое Натуральное И вот такое Оно придает Какое-то счастье Так вот так Хорошо Я это все попробовал Подруга Копенкина Решила Тоже Там Как бы И вот она Ну раз Затянулась Два затянулась Не подействовала Меня унесло Я смеюсь Мне хорошо А ей нет Она взяла Значит высыпала Там еще была у нас Это Высыпала Чай заварила себе И выпила То есть на Ямайке Вы прям хорошо А цена На Ямайке Да счастливые Не Ну в России Люди Даже в Москве Я тебе могу сказать следующее Мы здесь все хмурые Все такие Вот такие Вот в метро зайдешь Но в принципе Душа у русского человека Очень добрая Это факт Если человеку Вот так чуть-чуть Пощекотить Понимаешь Он как вот щенок Начинает сразу вот так По большому счету Мы очень добрая нация Но Благодаря тому Что у нас мало солнца Понимаешь Все таки наверное Вот где более солнечно Там более добрые люди Не могу сказать Что филиппинцы Они жестокие То есть ты не думай Вообще буддисты Они жестокие очень Достаточно жестокие Несмотря на то Что у них такое Все вроде бы ровненько Так вроде бы Они такие всепрощающие Такие Ничего подобного Вьетнамцы очень жестокие Китайцы очень грязнушные Они грязнули Жуткие просто Вам и не снилось Какая грязь То есть они могут Развести вокруг себя Мы Прекрасная нация Вот я Извините Россиян считаю Ну ты прям Патриот Ну патриот А что мне конечно Я при всех наших Раздолбайств Каком-то Да У нас много минусов Там понятно Недочетов Но я все равно Я сторонник того Что свой дом Надо любить Понимаешь А как Я приезжаю По Вьетнаму Меня впечатлило Знаешь что Я одевал наушники И слушал хор Пятницкого И вокруг вот эти Вьетнамцы вот так вот Бегают Это было такой кайф Даже Возле речки Возле моста Возле речки Возле моста Край канавки И знаешь хором Они поют Хор Пятницкого Наш русский народный Государственный И я в ушах Слушаю на всю И вьетнамцы вот такие Вот на этих Рикшах На этих Не знаю Сказать что где-то Я впечатлился Везде свои плюсы и минусы Американцы Они все такие Как бы Улыбаются Но это все не искренняя улыбка Мы вот если посылаем На три буквы Русские Так это все громко От всей души Если любим Так любим Так что залюбим А там нет Там улыбочка Это такие правдорубы Да В Канаде у нас Моя канадка живет Таня Дэвис Она расскажет Что там бесконечно Стучат друг на друга То есть Улыбка Милый сосед Хэллоу Как твои дела И потом пишут докладные На тебя Что ты мусор выставил Там раньше времени Там у них В расписании даже мусор выносится То есть у них там Нельзя выкидывать Там по четвергам Что-то Можно там В какое-то время То есть там Все сложно Мы живем еще в прекрасной Про Канаду Кстати не слышал Про Германию Слышал Да У них там Очень все непросто И там можно Жаловаться на что-то Там Какие-то шумы Что-то В общем она мне рассказывала Это менталитет Не наш совсем Скажи а ты хотел бы Иметь несколько жен Ты знаешь Несколько жен Или не несколько Чем бы дитя не тешилось Лишь бы быть счастливым Потому что По большому счету Сказать что для счастья Надо сложно Две жены Десять жен Одну половинку Или вообще нахер Ни одной Понимаешь Сложно сказать Что нужно Но по большому счету Я себя чувствую Сейчас комфортно Мне все хватает Несчастный человек Я себя не считаю Может быть вот этой эйфории Счастья у меня нет Но во всяком случае Я не несчастный Мне Бог все дает Не могу сказать Что это заключается Ощущение счастья В другом человеке Это такое Заблуждение на самом деле Но эгоистом надо быть Это я тебе тоже советую Эгоистом Да Ты эгоист? На 99,9 Правильно Это самый лучший Верный путь Ну просто Жизнь показывает Практика показывает Что так проще жить И так добиваются Именно Вот я тоже к этому прихожу И больше убеждаюсь Что самый лучший путь Будешь мякишем Мякиши раздавят Конечно Используй это Выброси Ты будешь себя чувствовать Выброшенным Зачем это нужно Используемым Не надо никому не давать Лучше ты сам используй всех Правильно Баб глупых вокруг много Вот ты богом судья Будешь наукой Слава богу Очень много дур Поэтому Бери помоложе себе Всегда И поглупей Не Я-то уже все Я взял А взял уже? У меня все Привет любимая А ну Замечательно Скажи пожалуйста В какую страну Я знаю Ты патриот Все ты сейчас скажешь Россия Ну вот Россию Например Да Ты любишь Ценишь В какую страну Ты уехал бы жить? Вот если бы пришлось К примеру Ну Франция мне нравится Конечно же Париж Мне нравится Провинция Швейцарии То есть провинциальные Вот эти города Там вот у Ленина У Лены Ленина И моей подруги Дом Недалеко от Озеры Женевы Недалеко от Женевы И вот мы всю пандемию Она там выходила на связь По видео И показывала Какой лес вокруг нее Какая красота Там вот И мне так нравится Вот этот там У них порядочек Так тихо Так все хорошо Наверное Швейцария Тоже мне нравится Губа не дура Ну конечно Беверилл Хилл Лос-Анджелес Сейчас моя Татьяна Дэвис Сняла пока что дом В Беверилл Хилл Ждет меня Ну соответственно Вот эти вот страны Скоро мы будем Посты На Мальдивах Я бы не хотел жить Там красивая водичка Но она надоедает Через 10 дней Чтобы будет Если год там прожить На Мальдивах Совершенно нечего делать Кроме как отдыхать Есть локальные острова Я сам буквально Неделю назад Две недели назад Оттуда прилетел В 12 раз Я уже там был Я там исследовал Что только можно И локальные острова И все остальное И там Слушай Извини А можно тебе Вот такое уточнить Ты вот на Мальдивах Не испытал Какого-то дискомфорта С водой Вот вся вода Даже которая в бутылках У них Которую они там Приносят В бутылках Мне показалось Что там другая Минерализация И мне чего-то Все время В этой воде Не хватало Знаешь почему так Потому что они Локальные Ее опресняют Там Поэтому Да Но вот ощущение было Что я что-то Недополучаю с водой У меня вот здесь Я там одну воду пью Только Исключительно А там Там ее опресняют Там ее опресняют И поэтому Такой своеобразный вкус Может быть Из-за этого Тебе не хватает Насыщенности Но есть конечно Там супер лакшери отели Где завозят воду Нормальную Фирму на дорогую Обычную воду В какой стране На твой взгляд Самые красивые девушки Украина Украина Это бесспорно Украинки Всегда славились Своей красотой Они конечно Ушлые все Достаточно Хваткие Девушки Не промах Очень Знаешь Здесь такая Простите Без шовинизма Какого-либо Но есть такое Где перешла хохлушка Там еврейки не место Это вот точно Но Красота Самая Наверное страшная Сила Потому что Природа Украинских женщин Наделила Москвичек Красивых К сожалению Нет В России Много красивых А я вот сейчас Думал Что ты как патриот А в Москве А в Москве Именно москвички Все страшненькие Ну так вот Природа распорядилась Наказание такое За московскую прописку Редко встречал Чтобы была прям Москвичка Родилась там В поколении И была красивой Все самые красивые Женщины в Москве Либо молдаванки Либо украинки Сейчас все Такие хохлушки Поближе к экрану Подвинулись Не ну а что Нет Ну красивые же они Женщины Никто же не спорит Со мной Все понимают Во всем мире Они ценятся Не то что даже В России Ну отчасти согласен Почему бы и нет Нет просто у меня Жена русская Поэтому я на 100% Согласиться не могу Да Все таки А нам не в России Говорю много В регионах там Казачки у нас красивые Есть там Краснодарская Вот это вот У них там Много красоты Ростов-на-Дону Вот А в центральной части России не очень Какая на твой взгляд Самая дорогая Страна в мире Самая дорогая Страна в мире Доха Катар Катар Наверное там А почему интересно У тебя вот такое мнение Просто Прямо неожиданно Ну потому что Туда во первых Визу получить Еще сложнее Чем в Америку Или куда-либо Туда вообще Стараются никого Не пускать Они только транзитом Если вы летите Через Может быть Ты с какой-нибудь Другой страной Путаешь Саудовской Аравии Да Не знаю Мне сказали Что там Я там не был Я в Дохе Был только пролетом Мимо Транзитом Да Там огромный аэропорт Да Но мне сказали Что это самая дорогая Страна Я как-то У меня в голове отложилось Что там А ну еще Малайзия Да Говорят Дорогущая страна Малайзия Одна из дешевых Да Я тоже там не был Еще В Сингапуре Я был там Не могу сказать Что там все дорого Там штрафы большие Да Там если вы Кортар Абсолютно малюсенькая страна Мы когда летели в Намибию Мы на один день Остановились в Дохе Взяли машину За один день Всю полную страну проехали Потому что она совсем малюсенькая Чуть больше там Ватикана Вот Цены там абсолютно дешевые Там нет ничего такого Я там не был Я только слышал про это Ну не знаю Тогда Лондон Назовем Англия Англия Великобритания Там у них все Достаточно дорого В этих фунты Да Особенно сейчас Учитывая наш курс Боль Собственно Боль Я помню что Я выступал в Лондоне На Трафальгарской площади На русскую масляницу Это был 2013 Кажется Или 2012 год Даже такое там проходит Раньше проходило Прямо на Трафальгарской площади Представляешь Я выхожу Огромное количество людей Как вот у нас На Красной площади Только в Лондоне Мне кажется Тогда это Очень впечатлило И прямо Своими русскими народными песнями В центре Лондона Представляешь В какую страну Ты никогда не поедешь Есть такая? Ну дикарские вот эти страны Где головы рубят Где есть Смертная казнь Мне очень не нравится Жестокость какая-то Предвзятость Не нравятся Какие-то страны Я не знаю Где вот у нас там Какие-то есть дикие страны Где Там Нельзя жить в номере Если Тебе эта женщина Не жена Скажем там Ну штук 10 Точно таких стран объездил Где нам с супругой Надо было показывать документы И доказывать Что мы Это в основном арабы Дикари Это в основном арабы К сожалению Ну то есть они Пусть они там живут Как угодно Но я против насилия Против дискриминации Вот Я соответственно Не поощряю такое Последний раз В Эритреи у нас просили Эритрея Маленькая африканская Такая страна И там прям Коммунизм такой Какой-то древний Старый И там в отеле Нужно собственно Показать документы Доказать Что вы супруги Иначе нельзя Ну да Наше время Все-таки Это какая-то дикость На мой взгляд Наверное Вот эти страны Я не хочу посещать Какие-то ряд Одна вот Какая-нибудь страна Мне даже Дубай Не нравится Там все равно Вот это не наш менталитет И он такой Немножечко Они там делают Конечно все возможное Чтобы туристам Было комфортно Я был в Абу-Даби В Дубае В этой мечети Был красивейший Там чуть не заплакал Вообще Хотя я не мусульманин Но для меня Такая энергетика Там вот Намоленность какая-то Была Чистота Невероятная И красота Больше не как какой-то Храм для паломников Она больше как Туристическое Достополежание Да Ну я короче Как-то вот там Впечатлился от красоты Прийти повосхищаться Но так или иначе Все равно Менталитет Немножечко Не наш И я люблю Как сказать Ни по национальным признакам Не было дискриминации Ни по религиозным Ну то есть Вот как-то вот Чтобы было все спокойно Толерантность Толерантность Да А там она все-таки Нет толерантности Ко многим вещам А я за толерантность Всеобщее Сейчас даже Вот в России У нас едет девочка С таджикскими корнями Понимаешь Я исполнитель русских народных песен И меня так удивляет Что там столько негатива Вот она таджичка Вот она то-то-то Я говорю Ребят Ну как можно Она родилась в Таджикистане Да Она живет в России Она часть нашей страны Она любит здесь Поет Она же там Не таджикскую народную песню повезла Это было бы странно Да У них есть своя страна Своя культура Но Она просто попсовую песню Она гражданка России Она почему она не То есть Какая может быть дискриминация То есть Я за многонациональную И страну И весь мир Чтобы вообще люди все Были равны А вот этих разделений не было Потому что Это глупость Тупость И это тупик ведет всех нас Потому что Когда приезжаешь в Америку И в магазине Один раз Я значит Ну это было год назад Я накупил там много вещей И Ну стоит там Три женщины в очереди И я обхожу эту очередь Потому что я еще не готов Расплачиваться Кладу на кассу эти вещи И афроамериканка Начинает на меня кричать Что ты себе позволяешь Если ты белый Значит тебе все можно А ты белый И значит я Афроамериканка И значит ты можешь Обойти меня в очереди И вот это вот Она мне начинает Высказывать Абсолютно уверенная Что я американец белый Понимаешь И когда я говорю I'm from Russia Что я сам из России Я говорю Крепостное право Ты только отменили Мы все сами Рабами тут ходили То есть еще сколько То есть Ну Понимаешь да Насколько это глупо Глупо Она даже не поняла А они не знают Многие американцы Не понимают Этой нашей глубины Наши истории Они не настолько Интересуются России Как нам кажется Потому что это не преподают Нет дела до нас Американцам Коренным Афроамериканцам Тем более Вот Ну это было странно Понимаешь Насколько глупо Ты уступил очередь Убрал Да нет Я не очередь Я просто положил вещи Пошел дальше искать себе То есть я не претендовал Их пробивать сейчас Но для меня Это было такое впечатление Думаю Насколько иногда Мы бываем глупые В глазах Вот да То есть каких-то То есть Ну Где я там И где дискриминация Афроамериканцев То есть это вообще Раз мы вот По такой теме пошли Скажи пожалуйста Вот Как ты считаешь Мужчина и женщина Абсолютно равны Права Нет Нет Мужчина и женщина Все-таки Женщина должны слушать мужчин Потому что они более глупые Это вот Я все разрушил Да тебе Не ну в правах В правах смотря В каких В семье все-таки Мне кажется Должна преобладать Именно мужчина Должен решать все И от него Должно все Отходить Я просто люблю Такой вопрос задавать Когда я в Пакистане был И в Пешаваре В городе Где просто женщина ходит Не просто глаза открыты А бурки у них Полностью закрыты лица И там женщина Это ничто Это вещь вообще Нет Ну так нельзя конечно Унижать Но нет В плане там Дискриминации Там Ну к власти Я считаю Что женщин все-таки При всех моих уважениях К многим мудрым Умным женщинам Но к власти Женщин все-таки Допускать не надо Управлять страной Должен мужчина Не только там Россия А вообще всеми странами Ну какие-то вот Гендерные моменты Все-таки природа Вот сама закладывает Но по большей части Ты в общем За патриархат За патриархат Да конечно Ну вот исключительно Мои какие-то Именно вот В голове Мне так заложилось И вот я так Действительно считаю Понимаешь У всех проблем Одно начало Сидела женщина Скучала Это точно Конечно там Политически все эти Игры бизнес И там Все это Тоже мужчины хороши Но все-таки Мне кажется Меньше будет проблем У мира Если Миром будут управлять Все-таки мужчины Понятно Бабы Ну а что нет Кто-то со мной не согласен Ну женщины не согласны Ну ладно Я согласен пережить Это проклятие Ну а так Я за толерантность За всеобщее какое-то равенство За уважение взаимное Да Все Сейчас феминистки Заклюют нас А пусть заклевывают Скажи пожалуйста Сколько языков ты знаешь Я знаю один язык Язык любви Все Больше Да Главное Я особо Я слабо знаю английский Я понимаю что говорят Иногда Слабо могу ответить Какими-то Словами Но В принципе Я как-то Не стремлюсь Там изучать Я пытался учить Ну как-то Я могу объясниться И мне этого достаточно Жить я там все равно Нигде не собираюсь А вообще Учить надо Несколько языков Английский там Или французский Лучше английский С самого детства А часто ты на языке любви говоришь В путешествиях Ну в принципе часто Но не расплачиваюсь за путешествия Языком любви Понимаешь Это тоже важно Про меня ходят всякие сплетни С бабками за бабки Понимаешь Это неправда Я путешествую Всегда за свой счет Кстати можно Выпуск назвать С бабками за бабки С кем из Селебрити Ты хотел бы Отправиться В совместное путешествие Из известных личностей Вот с кем бы тебе было Интересно Отправиться В совместный Такой трип Ой Ну честно говоря Да ни с кем бы Наверное Зачем они мне нужны Для отдыха Я там медитирую Ухожу в какие-то миры А зачем мне нужны Какие-то селебрити Для меня это Непривлекательно совершенно Ни с кем наверное Не хочу Сам Ну нет Да кого только Знаешь Вот Мадонна со мной бы лежала И я все Весь Все путешествие Тратил бы на то Чтобы понять Чем мне с ней снять Какой вайн Какую фотку запилить Куда там И так далее Понимаешь Зачем мне это надо Лишняя нагрузка То есть ты все равно В подсознании Ответил Что с Мадонной Ты бы сгонял Она мне снилась Просто однажды Что мы в море купаемся вместе Голенькие Она в черном Нет в черном купальнике Почему-то была Я значит плаваю И она И она мне абсолютно На русском языке Прохор подожди Я выхожу Там что-то на русском И говорит Да Мадонна Конечно Я тебя жду Это на Ямайке С травкой было Такой сон На Ямайке После травки Ну вот что-то Я не помню Где мне это приснилось Но мне приснилось Что я с Мадонной Плескался В море Вот И был еще когда-то Сон Мне приснилось Что я с Пугачевой В бассейне плескаюсь Тоже она в черном купальнике Почему-то И вот тоже Мы с ней плескались В бассейне Не знаю К чему этот сон Я не фанат Аллы Пугачевой Но как-то она меня иногда Видишь Интересная у тебя Приходят мои сны Скажи пожалуйста Ты торгуешься В путешествиях Или вот какую цену Тебе назвали Такую И заплатишь Ну адекватно Торгуюсь То есть я понимаю Что людям тоже тяжело И вижу Если там 2 копейки Стоит что-то Я особо не сбиваю цены И тоже понимаю Что надо поддерживать И если есть возможность Там эта энергия Ее надо передавать Эти деньги Энергию Но если я вижу Что завышена цена То есть я всегда Оцениваю в рублях Пересчитываю Если я понимаю Что адекватно То я не торгуюсь Если я понимаю Что завышена Ну наглеют иногда То чуть-чуть конечно Торможу Но без фанатизма Я не жадный человек По большому счету Нет просто у многих Есть спортивный интерес Поторговаться Нет у меня есть друг Который спортивный интерес Он может до вечера Торговаться утром Начать к вечеру Закончить Чтобы получить 15 долларов В скидку При этом человек Долларовый миллионер Ну вот Я говорю Ты вот умрешь Деньги куда А мне все равно Главное что я Как бы вот мне хорошо Ну вот есть такие люди Ну каждому свое Куда у тебя запланировано Следующее путешествие В Америку В Америку В Лас-Вегас В Лас-Вегас Лос-Анджелес И какие-нибудь острова Мы поедем Я надеюсь Что все состоится Которые еще не посещал Которые еще не посещал Найдем что-нибудь Мне нравятся Вот американские Вот эти Карибские острова Святой Мартинико Вот эта Аруба Почему-то вот там Там с одной стороны Пляжи красивейшие А с другой стороны Какая-то такая Такая скалистая Какая-то красота В отеле с Фламинго Тусовался Где Фламинго Ну Фламинго Я видел Фламинго Там да Но в отеле Нет Не тусовался Ну там сейчас Они в основном При одном отеле Вот в котором Там что-то стоит Так Ну очень нехило Ну там вообще Да Это дорогие острова Но зато там безопасно Там очень интересная Публика интеллигентная Много стариков Как я люблю Мне старики нравятся Потому что там С ними есть о чем поговорить Они все мудрые А у тебя Мне нравится вообще смотреть Ну вот смотри Ты сейчас сам сказал Вот как я люблю стариков У тебя были какие-нибудь Иностранки старушки Ну ладно Тоже давай не будем Я просто очень Очень люблю общаться Представляешь вот там Женщина 98 лет 98 98 А она в своем уме Она тебе улыбается Она вся в драгоценностях И пытается еще тебе понравиться Знаешь какая красота Какое жизнелюбие Вот с кого надо брать пример Мне очень всегда жалко Наших российских пенсионеров А это не тот случай Когда ты на корабле На лайнере Заходишь в лифт А это ты посмотрел Значит Что было дальше Что было дальше Ребятам привет Это было тоже Да на корабле Еще там Ну там все в стариках Эти же круизы Они для стариков Это же молодежь Мы там как исключение Ты любишь круизы? Я очень люблю круизы Да Меня впечатлило Вот это соревнование На колясках Значит Кто быстрее докатится Вокруг Ну знаешь Вот это вот Это было очень Для меня впечатляюще Какое жизнелюбие Я говорю Мне всегда так жалко Наших пенсионеров Что вот у нас Как-то крест на себя Ставят люди После 60 лет Ой ну я бабушка Никакая вы не бабушка 60 лет жизни только начинается Он в моей Копенке 66 Проездной кстати Только разблокировали Она счастлива Вот Поэтому все впереди Понятно бабуля Прохор говорит Что он молоденький Девчата Еще девчата Да Ты в старости Вот что будешь делать Если я доживу Я не уверен Что я доживу Это Дожить до старости Это большой подарок Человеку Это надо понимать Не всем это дано будет По разным причинам Но Старость надо уважать Так как канал Про путешествия Какие ты можешь Что ты можешь сказать Путешественникам Которые тебя смотрят На будущее Вот на путь Какое-то Что ты от себя Можешь сказать Ну в наше время В эпоху интернета Конечно Мониторьте Куда вы едете Обязательно смотрите Страну Особенности Изучайте Ментальные Особенности Чтобы вы Не попадали В просаг То что для нас Кажется Само собой Разумеется Скажем там Выпить Сока в метро Там Жевать жвачку То в Сингапуре 500 долларов штрафа Вот И так далее То есть надо узнавать Вот эти все тонкости Чтобы Потому что наше вот это вот А с какой стати Это че Как в России Мы иногда разговариваем Друг с другом Там иногда не прокатывает Чтобы не оказаться В каталаж Вот Ну и какие еще советы В чужих странах Конечно же Чувствуйте себя гостями Доброжелательно Относиться К местным Тогда вам тоже Все В наилучшем виде Помогут во всем Какие еще советы Ну и конечно Больше путешествовать Быть на позитиве Ну Собственно Наверное все Сегодня мы узнали Про интересные И веселые Путешествия Прохора Шаляфина Спасибо Прохор Спасибо Редактор субтитров А.Семкин